Валерия Константиновича Купьянова. Доклад. В несколько докладах вычисления сечения углубого рассеяния лития-11 и развала на протонные мишени, используя двухпластинную модель лития. Пожалуйста. Исторический экскурс такой. Некоторое время назад мы сделали работу, в которой построили потенциал микроскопический. Ну и пытались с помощью этого потенциала описывать разные процессы. В основном, уфуга растения. Ну это и до нас такие вещи делались. Значит, потенциал гибридный. Ну можно назвать так. Реальная часть этого потенциала. Ну это по существу фолдинг с эффективными силами. Но в отличие от большинства работ в этом направлении, там учитываются обменные члены. Они играют важную роль при построении потенциала и довольно долго из-за этого считают программы. Но, тем не менее, все это можно преодолеть. И если кто знает, довольно много с помощью с этим потенциалом работали и объясняли много данных. Сэшлер, Фонерцен, Дау и другие. Вот циклы большого работы. Вот. Ну и мы взяли все их параметры. Там эффективные силы, наклоны, наклоны входят. Они и от энергии зависят, от плотности и так далее. Короче говоря, это хорошая реальная часть потенциала. А вот что делать с ними частью? Ну обычно брали технологические. Ну вот, мы, значит, подумали и посмотрели на Глаудера, посмотрели какая там реакональная фаза у Глаудера присутствует, с другой стороны, ну она микроскопическая, потому что она через амплитуды уклон-уклонного рассея выражается. Ну а поскольку и канальная функция тоже есть, содержит фазу как интеграл от потенциала, то можно таким образом построить просто потенциал. Он становится микроскопически, потому что он зависит, таким образом, от плотности распределения нуклонов в ядре. Это надо выводить, чтобы его рассчитать. И зависит также от амплитуды нуклонов-уклонного рассея, который, в принципе, мы не считаем. И так мы начали, как бы, с этим потенциалом работать, многие вещи стали получаться, а потом почему-то взялись вот за легкие, залегчайшие ядры. Вот, в основном упругое растение, Гелий-6, потом Гелий-8 смотрели на нуклонах, на ядрах, и потом вот Витя-11 решили так же посмотреть. Вот я иду на стене, часто встречаемся, на встрече в Пиреношке, чем вы занимаетесь? Я говорю, вот Витя-11. Он говорит, вы сейчас сама сошли, там тысячи работ уже сделаны, а чего там можно сделать? Ну, вот мы уже начали не пододеваться, вот и стали продолжать, чтобы найти свою какую-то нишу. Ну, а эти работы я стерокопировал вот огромные две пачки. Итак, значит, что я собираюсь вам рассказать? Ну, вот, во-первых, я хочу рассказать то, что можно взять плотность распределения нуклонов в Литя-11. Есть много работ на это всё, но он выглядит какой-то, который нам покатался более реалистически. и попробовать сделать расчет, это первое. Ну, и посмотреть, что при этом удаётся сделать. А дальше, ну, поскольку таким образом с разными функциональными полями люди работали, дальше проявляется совсем, вообще-то говоря, можно гордиться здесь. Ну, оказалось, что вообще-то вот в этой области большой роль играют ещё другие процессы, в частности, процесс расщепления или брейкапа, развала вот этого Литя. Литя-11 состоит, значит, из двух нейтронов и из коры, Литя-9. Ну, так это уже почти можно сказать установлено, потому что энергия связи, энергия отрыва вот этой пары нуклонов, она очень маленькая, это примерно 300Т. Ну вот, поэтому он расщепляется. И только чтобы объяснять процессы, связанные с расщеплением, там, реакцией стриппинга, развала и так далее, полное сечение, вам нужно знать ещё потенциал взаимодействия падающей частицы по отдельности с Литя-9 и с этой парой нейтронов. Ну вот, а поскольку у нас потенциал микроскопитель, мы можем и эти тоже рассчитать. Посмотрите, вообще, в целом эта картина, как выглядит, нужно ли вводить какие-нибудь дополнительные пары. Вот этот потенциал. Значит, ну вот видно, что у него есть какое-то относо распределение, это эффективная сила, это реальная часть, будем называть его плотно. А вот это вот все, что связано с обменом. А вот этот вот, можете ли, он определяет зависимость от плотности и от энергии, сталкивающей частицы. Ну вот то, что я уже сказал, мы смогли ещё, мне мой сейчас потенциал построить, руководствуясь теорией Глаудеров, существует и некий эквивалент Глаудеров, но его можно в самом-то уравнении задергировать при любой энергии и посмотреть, что получится, поскольку это потенциал. Здесь тоже входит плотность, которая вообще многоизвестна, или где-то, кто-то его расширал, мы ее будем готовы. Здесь стоит поведение наклонно-клонной амплитуды, что делает компактор, ну и, соответственно, вот в том рассечении взаимодействия. Но также можно реальную часть построить потенциала. И здесь вот у места сечения будут стоять параметры, которые есть в отношении реальной части, где-то вот ее мнение. Это величина тоже здесь, например, для подобного рассея на протоколе. Итак, мы будем делать такой функциал. Реально сейчас в основном будем расстатывать, а мимо этого. Ну а дальше, может быть, окажется, что внутри этра, например, сечения взаимодействия метро, это эффективно, но не только, чтобы обратить Ваше внимание, что интригует то, что вот так далеко у света уходит, ну, посмотрите, какие здесь плотности, 10-5, 10-5, 10-6. Мало влияют на результаты вот этих хвостов, а вот где-то вот до 10-3 разница в каких-то потенциалах, которые до них разные подходят, она, соответственно, дает разный уровень. Хотелось еще, допустим, интерпретировать другие данные, а именно расщепление, брейка, полное сечение, а импульсное распределение фрагментов. Вот для этого нужно иметь потенциалы взаимодействия и построить теорию, ну, более-менее она уже сейчас существует, как происходит расщепление на кластеры вот этого ядра лития-11. Есть два подхода, и так называют их, вот кластерная модель, вот мы и пользуемся, но, значит, одна из них, из которой все пользуются, вот такая модель, в которой есть сразу две плотности, это вот распределение плотности таким образом, плотность распределения поля, плотность голов, они все в одной точке, и как их различать, мне кажется, это довольно сложно. Мы взяли вот такую модель, когда у вас отдельный голов и отдельное распределение плотности в литий-9, они, эти два кластера, друг с другом взаимодействуют, взаимодействуют с помощью потенциала, Гуссу Саксона, параметры которого можно выбрать, если подогнать энергию связи лития-11, то, значит, к экспериментальным результатам это, например, 0,3-0, и, ну, можно взять еще, скажем, среднеквадратичный радиус вот этой группы кластерной системы. Ну, как бы вы знаете, такой, примерно радиус брать с Геоном Зеленской, она нам говорит 4,9-10 кг. И вот тогда получаем потенциал, и, значит, мы можем рассчитать таким образом вот все, что связано с литий-11, а именно рассчитать полную плотность, когда мы усредняем по холдингу вот относительные движения этих кластеров с той луновой функцией, которую мы нашли с кластерной луновой функцией, ну, а потом сравнивать с тем, что другие люди находят, мы хотели попытаться с этой уже на частичной функцией объяснить экспериментальные данные по упругу тому же рассеянию. Ну вот, а здесь вдруг мы увидели работу, недавно она вышла, это друг Палхазовы из Петербурга, от Гатчина. Они литий-11 упруга рассеяния сделали при энергии платонов падающих на литий-11 при энергии 700 м, ну, очень большая энергия, но не утверждая, сделали хорошую квадратно обработку, дифференциальное сечение тоже измеряли, и подогнали плотность, которая вот здесь, так вот она обозначена, это примерно средство 0.2 Гаусской функции со своими параметрами и стадиторной функцией средство 0.8. Вот такая вот плотность дает очень хорошее сравнение с экспериментальными данными, которые они получили. Ну, нас это заинтриговало, и вот дальше мы тоже будем вам обрабатывать все это делать. Вот я скажу сейчас, сказал вам, как находится волновая функция взаимодействия двух кластеров, межкластерного движения, для этого надо взять вот этот вот потенциал, это вот потенциал, который с двумя узлами дает волновую функцию, а вот плотность, ну, это волновая функция, то есть у него, ну, немножко с 1, то есть вот этот вот минимум появляется. Если с одним узлом, вот тогда потенциал вот такой, маленький, узенький, а сама функция или плотность ее, вот такая вот эта функция. Ну, вот мы работали в основном, нам Зеленская сказала, что надо работать только вот с такой функцией, с функцией с двумя узнами, вроде это вообще принято сейчас, ну, так и делали. Ну, вот, значит, как рассчитать плотность, если вы знаете, мы умеем рассчитывать плотность для гелия для лития девятого и для парочки нейтрона, просто задаем, а потом мы посредняем ее вот с этой волновой функцией межкваторного движения, с ее квадратом, ну, и получаем одночисточное распределение плотности. Ну, вот, какие распределения мы брали для вот этого голов, я показывал вот, ну, и смотрим, что получилось, сколько получается. Ну, значит, пока это не мы считали, но вот эта сплошная линия – это то, что дает расчеты группы Алхазова. Это обработка инструментальных данных, таких квадратов, с помощью Главдовской в инструментальном сечении. Туда входит плотность, и вот они эту плотность извлекают между двух квадратов. Вот этот вот бугорок, говорится, что это есть те появления или присутствие галор, неправильного галор и дрели эти одиннадцатые. А вот это та функция функцированная, нарисованная, ну, мы ее называем элисерстон функцией, это означает «Wash Scale Shell Model», то есть это оболоченная модель с большим числом анестичных функций, которые сумели подогнать ее так, волновую функцию, чтобы объяснять основное состояние ядра и возбуденное. Они дают распределение вот такие вот, по инновариантным переднанному импульсу Т квадрат. Т – это квадрат переднанного импульса, а нужно к обычному свести. Мы можем свести вот стана вот этих вот, один фрагмент, в данном случае лица девятый, измеряется его импульс, его отличие от среднего импульса, и вот получается такой максимум. Значит, мы здесь два варианта расчета, вот они как-то отличаются по целой причине, у нас здесь примерно около ста кэр, и, в принципе, это то, что можно измерить экспериментально, но пока таких экспериментальных данных нет. То есть, если измерить и посмотреть, что получится, то мы, в конце концов, сможем что-то сказать, насколько хороший код, который мы получили для Дима и Т-11. Я иду дальше. Значит, ну, это выводы, я уже по существу их сделал. Я представляю еще одну работу, это у круга рассеяния на бериллии 10-11 на протоны. Ну, здесь что? Вот то же самое есть экспериментальные рассчитанные плотности. Вот, опять же, обращаю внимание, что они рассчитывают их до 10-8, а нам, по-моему, до 10-3. И вот здесь вот две-два расчета, это метод генераторных координат и эндекаровский метод конкурных расчетов, они вот здесь вот практически эти две кривые спадают. Мы можем в этом убедиться, что результаты тоже, когда ожидается, допустим, подряд. Вот потенциалы, которые получаются для рассеяния вот этих бериллиев и протонов. Ну, и вот соответствующие кривые экспериментальные точки и наше деференциальное освещение, которые довольно хорошо ложатся на эксперимент и при этом сделать различия между моделями, то ли эндекаровский подход, то ли генераторный, они дают примерно одинаковый результат. Вот бериллия на углероде рассеивается, я вам покажу результат, который включается, опять же, вот эти плотности. Я их уже показывал, для бериллия 10-го, для бериллия 11-го. Вот соответствующие потенциалы взаимодействия этих бериллиев с углеродом, середром углерода. Вот соответствующие дифференциальные освещения, которые тоже можно объяснить и которых тоже можно получить несколько кривых. Но, опять же, обращаемся к тому, что мы должны выбрать с помощью подгонки и так же и поведение объемных интегралов, и остаются вот такие вот, так сказать, одна или две кривые. Следующий доклад сейчас за оставшийся 5 минут, наверное, да? Это была работа, где мы уже занимались растением пионов на яграх, и тоже объясняли дифференциальное сечение кругов рассеяния. И здесь тоже мы строили потенциально микроскопически, точно таким же образом и точно таким же образом выходили в рельсерийский опыт, потому что пионное рассеяние, пионное масло пионное маленькое, энергии там большие, и вот я, значит, хочу вам показать результат. Значит, что входит в потенциал пионно-уклонного растения? Тоже входит в плотность распределения, это тоже золотистый потенциал, и входит тоже в амплитуду пионно-уклонного растения. У нее три параметра. Сечение взаимодействия пиона с уклоном, значит, амплитуда взаимодействия под нулённым градусом в отношении реальной коммуникации, параметра амплитуда, и еще параметры наклона амплитуды, которые объясняют угловое распределение пиона-уклонного рассеяния. Если взять все это из известных данных, и в частности амплитуды, которая объясняет эксперимент под рассеянием на свободных пион, то получается без результатов. Вот экспериментальный результат рассеяния на ядрах, это энергия примерно 300 мм, 291 мм рассеял киона на трех ядрах, то функциональные кривые – это то, что получается с параметрами свободного рассеяния киона на углу. Вот здесь большое отличие, даже для вылиц, для углеводов, для свинца, когда пиона-уклон. О чем это говорит? Говорит о том, что можно менять параметры амплитуды пиона-уклонного рассеяния за счет того, что взаимодействие в ядерной среде, оно должно, и вообще говоря, несколько отличается от взаимодействия свободных систем. Вот если эти параметры слегка поменять, то получается хорошее сравнение, хорошее объяснение из экспериментальных данных, ну вот здесь, вот я свящу таблицу, я вам покажу, и, ну да, кругу рассеяния. Значит, в ядерную кругу рассеяния люди привыкли, когда объясняют возбуждение коллективных состояний в ядрах, они раскладывают, например, потенциал у нас с акцией, который известен для кругу рассеяния, а радиус там, заменяют на радиус, который имеет некоторую добавку деформационного плана, либо астеритон, поверхность его колеблется, либо его вращается, и вот эта вот переменная коллективная, альфа-теонизма, она считается малой веселой, потенциалом у царства можно разложить ряд по этой весне, они с первым порядком, то есть, сколько появляется производная потенциала, и эта производная является потенциалом взаимодействия с ядром для рассеянного круга рассея. Но это некая феминология, мы решили сделать по-другому подход, сколько у нас есть микроскопийский потенциал, у него будет плотность. Мы разложили эту плотность по параметрам альфа-теон, и тогда получили соответственно моноплавную плотность, и эта плотность, которую объяснял Патрухович, это очень серьезная гумбация, в результате из гранатурга и биори в названии по-другому подходи, Президент на burden